Привет, бои и скауты! С вами Кьюбейт, скрипучий стул, и сегодня мы будем обсуждать новые материалы по Войне Бесконечности. Разумеется, заранее предупреждаю о возможных спойлеров, так что если вы их боитесь, то уходите. Ну а те, кто остался, поддерживайте лайком и давайте в грустном одиночестве смотреть новые материалы по фильму. У вас же нет друзей, если вы смотрите эти ролики. Да ладно, шучу, у вас же есть я. Начинаем. Каждый раз это происходит. Когда я выкладываю новый ролик по Войне Бесконечности, в сеть тут же попадают новые материалы, более крутые, которые реально стоило бы обсудить, но они только вышли и, в общем-то, нет возможности переделать ролик, потому что я уже его выложил, в общем-то. И вот в эти же минуты выкладывают новый материал. Я, видимо, знаете, на одной волне с Марвел. И вот, когда я выложил прошлый ролик, где я позорился в костюме Найтвинга, то вышел новый ТВ-спон, где показали кучу новых кадров. И там действительно есть кое-что любопытное. Нам показывают ликующего Таноса, ликующий Черный Орден, и это нормально. Они ликуют после победы над Асгардийцами, или Асгардцами, в общем, над Ковчегом. Они победили Тора, они победили Халка, они победили Локи, ну вы знаете. И, в общем-то, теперь они рады, что у них уже есть два Камня Бесконечности. Непонятно, что происходит в округе, потому что везде этот фиолетовый свет, и такое чувство, что в этот момент они заполучили только первый Камень Бесконечности. Потому что повсюду все фиолетовое, как будто от Камня Силы. Но тут же следующим кадром нам показывают перчатку с двумя камнями. Естественно, могут обманывать, хотя я не думаю, что в этом кадре есть что-то такое. Просто знаете, с паранойей о том, что Камень Бесконечности, Камень Души находится везде, где только можно, появилась и вторая паранойя о том, что Марвел скрывают абсолютно все, они такие масоны, и замазывают все кадры. На самом деле, конечно, нет. Какие-то кадры действительно будут изменены в фильме, но далеко-далеко не все. Я забыл палить своего грута. Ать! Как всегда. Далее следуют известные и неинтересные для нас кадры, потому что это кадры из прошлых фильмов. Этот ТВ-спот создан для того, чтобы напомнить, чем пропитана эта киновселенная за 10 лет. Прошло 10 лет, невероятно. И, в общем-то, далее нам показывают просто кадры из старых фильмов, но довольно эпичные. Далее следует мега-динамичная нарезка с новыми кадрами, а точнее с кадрами из нового фильма «Война бесконечности». И там действительно есть несколько любопытных моментов. Например, вот этот момент со Старлордом. Нам его ранее явно не показывали, и он напоминает ту сцену с коллекционером. Когда Танос пришел к коллекционеру за Камнем Реальности. Мы ее видели в слитом варианте. Вы ее сейчас видите на экране. Но вот этого момента мы не видели. И мы не знали, что Стражи все-таки точно нападут на Таноса. Но этот момент косвенно это подтверждает, на самом деле. Но это, скорее всего, произойдет еще до встречи с Тором. Стражи Галактики, возможно, все-таки отберут Камень Реальности, и он будет находиться у них. Потому что при встрече с Тором у Таноса был еще один Камень. Камень Силы. И все-таки Камень Реальности ему не удалось найти. Или отобрать у Стражей. Следующий кадр с Шури, и он прекрасный. Нам показывают, как она продолжает копаться в Камне Разума, который находится в лбу Увижна. Это вряд ли Камень Души. Он больше к желтому склонен. И она продолжает изучать его и разбираться, что он вообще дает, на что он способен и так далее. Насколько я это понимаю. Скорее всего, это даже какой-то эксперимент на Движном. Потому что мы видели, как его в плохом состоянии принесли Кэп, Вдова, Сокол и так далее. И Алая Ведьма. Они принесли его в Ваканду. Шури занялась его восстановлением. И мы видели, как она его тоже изучает. Смотрит, что за камень и так далее. Помните, это проекция на руке. И, в общем-то, это, возможно, продолжение этой сцены. Далее еще один новый кадр. Правда, он мега компьютерный. Потому что Проксима выглядит, ну, так себе. И там Проксима Миднайт нападает на Алую Ведьму. Вообще неизвестна судьба Проксимы Миднайт. Потому что дальше ее как-то нигде особо не показывали. И неизвестно, выживет ли она после стычки с Алой Ведьмой, Вижном, Соколом, Черной Вдовой и так далее. Потому что мы помним, что по прошлым ТВ-спотам мы видели Черную Вдову уже с копьем Проксимы. Она бы его просто так не отдала. И просто мозговзрывающий кадр, где дерутся Старлорд и Железный Человек. Да нет, конечно. Они не дерутся. Хотя, я не знаю даже, кому в голову это пришло. Потому что, когда этот трейлер выложили в группе, все поголовно начали писать о том, что это драка между Железным Человеком и Звездным Лордом. Но это очевидно не так. Железный Человек просто удерживает Старлорда, потому что там случилось что-то плохое. И это, ну прям мега спойлер. Это очевидный намек на смерть одного из персонажей, одного из Стражей Галактики. А вы понимаете, по кому мог так сильно кричать Старлорд? Это вряд ли Дракс, это вряд ли еще кто-то. Скорее всего, это Гамора. Вдобавок к этому, Марвел выложили еще, по-моему, на следующий день другой ТВ-спот, где нам показали стоящего и безумно грустного Питера Куилла, что тоже может намекать на смерть одного из персонажей. Но я очень надеюсь, что это будет не так. Хотя, ролик по Смертям Войны Бесконечности я планирую сделать. И как раз таки это его только подтверждает. То есть, мои мысли. Это мега-разрывающий, мега-спойлерный был ТВ-спот. Но мы с вами отправляемся дальше. Это еще не все. Следующий ТВ-спот вновь показывает новые кадры. И уже начали ходить комментарии о том, что можно собрать из ТВ-спотов тизеров и трейлеров новый фильм. Ну, точнее, полный фильм Войны Бесконечности. Абсолютно такая же ситуация была с Лигой Справедливости, с Возвращением домой. Кстати, с Возвращением домой была забавная история. Я сам хотел сделать, ну, не фильм, но собрать все эти трейлеры и все ТВ-споты воедино. И попробовать как-то сместить это все в один фильм. В итоге, когда я фильм посмотрел, на самом деле, это не имело бы никакого значения, потому что показывают маленькую часть. И в Войне Бесконечности, я уверен, то же самое. Потому что нам показывают только некоторые отрывки из некоторых сцен, но на самом деле, нам, грубо говоря, показывают ничего. Скриньте! Вот в этом я уверен. И в этом ТВ-споте нам показывают кадры, как паучок падает с кью-шипа. И это косвенно подтверждает мои слова, которые я говорил еще во время Супербоула. То есть, там с Супербоула тоже был ТВ-ролик, где нам впервые показали Человека-паука на кью-шипе. Он снимает маску, но вы помните. Паучок на него залез, он неожиданно начал взлетать, и он просто не понимал, что ему делать. Он начал снимать маску, потому что он попросту задыхался, и он начинает улетать там в стратосферу и так далее. В общем, вы понимаете, в космос. И он не понимал, что ему делать. И в этом кадре нам показывают, как он падает. От того, что ему не хватает воздуха, он теряет сознание, он начинает падать. Но его, очевидно, спасет железный человек, который полетел за кью-шипом. Он наденет на него железный костюм, и все будет окей. А вот этот кадр полностью подтверждает мои слова из прошлого ролика, где я говорил, когда Танос такой мега-крутой прыгает. И я говорил, что там подсвечивается один из камней, скорее всего, камень силы, потому что он летит и делает удар, очевидно. И так и оказалось, там действительно фиолетовый разряд летит. То есть, он использовал камень силы, чтобы ударить и еще и стрельнуть им. Кстати, Лего не обошли ситуацию с киновселенной Марвел и юбилеем киновселенной. Они сделали сначала юбилейный набор с Халкбастером из второй части, я делал на него обзор на этом канале. Теперь же они выпустили промо-кадр, в общем-то, персонажей. Это, знаете, такой омаж на уже существующую обложку к десятилетию киновселенной. Но, конечно же, сразу заметили там какие-то фигурки, которые ранее не появлялись в Лего. И, скорее всего, Лего не брали их откуда-то из потолка. Так что, возможно, будет вторая серия наборов по Войне и Бесконечности по киновселенной Марвел. Там у нас засветится новый Вонг, там у нас засветится Человек-Муравей и Оса, разумеется, но это уже по фильму. И так далее. То есть, несколько новых мини-фигурок все-таки есть. Например, есть новый Баки с новой рукой, но в наборах он не попадался. Кстати, по случайности, я тут немного озвучил интервью по Войне и Бесконечности с предпоказа в Лондоне. И озвучил там Тома Холланда. Работать с Крисом Праттом было довольно удивительно. Знаешь, он такой смешной, такой прикольный. У него есть такие классные истории про карьеру и про индустрию. И он также очень талантлив. Было тяжело работать, потому что он очень смешил меня. Он человечище, обожаю его. В американском подразделении Дисней показали в рубрике Movie Surfers целую гору материалов по Войне и Бесконечности. И там действительно много нового. И, во-первых, нам показывают, как Человек-паук и Железный Человек и Доктор Стрэндж будут разбираться в Нью-Йорке всю эту новую битву. Паучок там выглядит восхитительно. Вот эти большие его глаза оголчелые. Они офигенные. Я их обожаю. Во-первых, наконец-то нам показывают Кула Обсидиана в действии. Он со своими как раз таки... Вот то, что нам показывали в Лего, вот оно здесь как раз таки есть. Это его оружие. Такие молоты с цепями. Он вырывается из какого-то здания, дико напоминает Халка. Я прям жду их встречи на самом деле. И больше в целом такого особенного ничего не показывают. Но этот кадр классный. Далее, судя по всему, именно Кула Обсидиан нападет на Железного Человека. И Железный Человек будет лежать беспомощно, что для нас как-то непривычно. Но его спасает Человек-паук. И это шикарная сцена. В следующей сцене, которую я вам уже показывал, демонстрирует Человека-паука, который зацепился, скорее всего, за инопланетный корабль Черного Ордена. Он, в общем, пролетает. Далее по нему этот корабль стреляет. И сила вот этого выстрела, энергия этого выстрела очень похожа на... На силу Тессеракта. В общем-то, и возможно, это телепортируется Черный Орден. Их Танос посылает на Землю. Возможно, это так происходит. Но если к этой сцене присмотреться, то можно заметить, что этот синий луч, он забирает кого-то, возможно, Доктора Стрэнджа с камнем, и утягивает наверх. Именно поэтому Паучок тянется туда, и он просто офигевает от того, что происходит. А вот далее нам показывают встречу двух Питеров. Непонятно, где она произойдет, но по обстановке, и потому, что нам ранее показывали, очень похожий на корабль, опять же, Черного Ордена. Или какой-то непонятный инопланетный корабль, где они все вместе в какой-то момент встретятся. И это обязательно случится, потому что мы знаем, что будет, например, встреча ракеты и баки. То есть, а баки находятся в Ваканде, то есть ракета там тоже будет. Это, опять же, подтверждает косвенно слитый сценарий. Но здесь нам показывают встречу Питера Куилла и Питера Паркера, которые вроде как не должны были пересекаться, но только, знаете, на планете Титан. Но они пересеклись, видимо, где-то раньше. На корабле Черного Ордена, возможно. Нам показывают, как паучок уворачивается от летящего такси. Это же летящее такси попадает в Кула Псидиана, который бьет железного человека. Это просто уже восхитительно. Я же говорил, что нам показывают только маленькую крупицу фильма. Но вот здесь немножко эту крупицу раскрывают. Локи вообще, например, пляшут в сцене, где, скорее всего, его убьют. И они вообще там на съемках отлично проводят время. Радуются постоянно, а нам потом в кинотеатрах за сердце держаться. Думаю, на этом можно ролик закончить. Мы сегодня разобрали действительно много новых материалов и каких-то интересных материалов по Водни Бесконечности, по Марвел. Если вам понравилось, вы поддерживайте. Постарался это видео сделать более ламповым и более простым. Все время стоять это не круто. Вам, наверное, самим надоел этот фон. Немножко постарался его разнообразить. Понравилось? Пишите в комментариях. Кстати, на канале вышел обзор на коллекционку. Вот она стоит на коллекционку, которая стоит 50 тысяч. Я ее не за столько купил, но она стоит 50 тысяч. Заходите, посмотрите обзор. Там еще и офигенная кьюбс-коробка по Марвелу. Подписывайтесь на канал. Вы знаете, что делать нужно. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok